Здравствуйте! Следующее предсказание карт у меня будет для Водолея. Рассчитываю, что она будет блестящим. Вы долго ждали и должны получить награду. Как минимум удовлетворить ваше любопытство. Попутно я стану рассказывать вам сказку про 12 домов гороскопа. Интересно будет. Надеюсь всем, не только тем, кто думает, что знает. Именно думает, что знает. Моя версия такова. Древние люди когда-то пытались найти какие-то статичные, постоянные ориентиры в жизни. Для того, чтобы хаос как-то жизненный свой упорядочить. Привести к какому-то знаменателю общему. Ну и ничего постоянного-то не было вокруг. Эпидемии, болезни, ужас, несправедливость и так далее. А небо было такое идеальное, статичное, красивое, постоянное. Как бы небу решили верить. На самом деле, мы с вами сейчас знаем, что во вселенной хаоса еще побольше, чем в нашей с вами жизни. Но из-за того, что там временное измерение другое, там все растянуто сильно во времени относительно нас. Из-за этого, да, для нас небо постоянно эстетично. И люди посмотрели на небо и сказали, ну вот эту сеточку, вот эту как бы условную таблицу, перфокарту. Мы разделим на 12 частей, в каждую из которых поместим все, что ждем. Куда-то деньги, куда-то любовь, куда-то детей, куда-то работу и так далее. Ну, в общем, так и сделали. 12 – это очень хорошее число, потому что это дюжина, он на все делится, на все множится, туда все помещается. То есть тоже с математической точки зрения вот этот выбор именно числа, 12 домов, очень оправдан. Ну, нет вопросов до сих пор. Основа астрологии любой – это вот аспекты между домами гороскопа. Ну, то есть любая ваша натальная карта, любой ваш соляр годовой, вся хороарная астрология, любые прогнозы на периоды, они все будут рассказывать про то, как соотносятся между собой дома гороскопа в той или иной схеме, в том или ином астрологическом исследовании. Поэтому вот мы как раз про дома тоже и поговорим. Часто интерпретируют значение домов очень-очень вольно, и я бы сказала, примитивно, пошло. То есть говорят, тут деньги, тут любовь. Ну, это немножко все значительно сложнее, все немножко совсем не так. Так, попробуем посмотреть иначе, хотя, может, и не получится. Многое зависит от того, какие карты вам будут выпадать в том или ином доме гороскопа. И вот так вот давайте, чтобы у нас была какая-то ось, ориентир, просто независимую карту месяца. Апрель 2020-го, напоминаю, впереди у нас. Сейчас легко забыть об этом. И дальше дома гороскопа. Первый дом, он называется дом жизни. Завидует он вашими врожденными способностями, но сейчас мы, конечно, не об этом. Мы говорим, как состоится ваша внешность и как вы будете ладить с собой. Второй дом, нижние ворота. Это дом имущества, сюда относятся любые богатства. Материальные и духовные, кстати, тоже. Но мы в основном на материальные обратим внимание. Третий дом называется богиня. Это повседневный контакт, общение. Меркурианский дом третий. То, как вы ладите с друзьями, с соседями, с коллегами, как они ладят с вами. Сюда попадают еще и короткие поездки, вот такие незначительные, легкие. И документы. Хлопоты о документах. Четвертый дом. Основание неба. Это ваш дом, близкие родственники, стены, недвижимость, квартира, быт, бюджет. Пятый дом – это благая судьба. Он, по-моему, называется. Да, благая судьба. Пятый дом. Сюда попадает все, что вы любите, все, что, безусловно, радует всех. Романтическая любовь, родительство, праздники, удовольствие, творчество. Счастье от творчества тоже, оно вот сродни романтическим восторгам. Но так посчитали древние астрологи. У меня нет оснований с ними не соглашаться. Ну, у нас в основном он про любовь будет интересовать, конечно. Взбодрим колоду немножко. Если есть благая судьба, как вы думаете, что дальше должно, как бы, идти? Ну, вот по логике вещей. Если вы чуть-чуть поняли жизнь, то вы должны догадаться. После благой судьбы непременно идет злая судьба. А в дом злой судьбы, шестой дом, те же древние люди поместили работу и болелье. Вообще любые отношения, где есть несвобода. Любые мезальянсы, подчинения, субординации и так далее. Работа у нас будет интересовать. Седьмой дом или вечер он называется. Это партнерские отношения. Это как бы продолжение темы любви. То есть теоретически сюда должно попадать счастье в браке. Но может быть не у всех брак есть. Может быть не всем он и нужен. А я прям настаиваю, что он не всем нужен. Поэтому просто партнерские отношения. В том числе и любовные рассмотрим. Дальше. Восьмой дом. Это верхние ворота, по-моему. Это должно быть. Да, верхние ворота. Это тяжелый темный дом. Где находится... Это самый такой, знаете, закрытый сундучок, в который никто особо не хочет заглядывать. Потому что здесь находятся буквально условия для освобождения вашей души. Условия для освобождения души у каждого свои. Ну, кто-то хочет ипотеку выплатить до конца. Кто-то хочет, чтобы у него суды закончились. Кто-то хочет помириться. Кто-то хочет разрушить жизнь себе или другому. В общем, долги, инвестиции, кредиты, чужие деньги и критические ситуации. Вот так мы будем его интерпретировать. Девятый дом. Это дом дня. По-моему, он называется. Дом дня. Да. Очень сложный, запутанный. Вот, кстати, поскольку мы сейчас... Я сейчас все-таки с удалеями разговариваю. Хочу обратить ваше внимание на одну глобальную вещь, масштабную. Лирическое отступление будет. Извините, если потрачу напрасно ваше время. Вот зодиак. Мы сейчас с вами исследуем вообще зодиак. Мы прошли сейчас, миновали нижнюю часть зодиака. И увидели здесь очень простые вещи. Доступные. Деньги, друзей, квартиру, любовь, работу. Ну, даже партнерство. Бог с ним. Все понятно, легко. А вот дальше, когда мы пересекаем вот этот экватор, седьмой дом, и поднимаемся наверх, в том числе и приближаемся к вам, вот к вашему одиннадцатому дому, здесь уже мы переходим в часть, в зону тонких материй. В зону тонких материй. Абстракция, дух, совесть, всякие непрактичные изыскания, настоящее творчество, настоящее научное исследование, настоящая религия, настоящая история. Вот это все верх зодиака. Зачем я вам это говорю? Помните про себя всегда, что вы из верха. Вы не бытовой человек. Ну, я еще не положила карту, но ваше место вот здесь будет. Поэтому вы так долго ждете прогнозы всегда. Потому что пока дойдет история, это все. Так вот, вы из верха. Вы люди изначально не ориентированы на вот это вот все, на то, чтобы размениваться на пустые, простые, такие понятные человеческие радости. Понимаете? Это первый закон зодиака, который я хочу водолеям сейчас раскрыть. Вообще это не так часто об этом говорят, и я претендую даже на некоторое авторство, причастность к авторству. Вот. А второе сообщение. Вот эти люди, которые здесь живут, вот жители второго дома, третьего, четвертого, пятого, шестого, как минимум, это тельцы, близнецы, раки, левые, девы. Ну, как минимум, вот их вот я хочу. Вам с ними очень сложно находиться рядом, потому что вы просто поляр на полюсе относительно их находитесь. И то, что ценно вот для этих героев, персонажей, частично даже, кстати, овнов и весов я могу сюда включить. Вот всё, что ценно для этих персонажей, не имеет значения для вас. А всё, чем вы живёте и дышите, они этого не замечают и не признают. Это вот тоже как бы проливает свет. Может быть, на ваши вопросы, почему у вас не получилось там с каким-нибудь львом? Такой хороший, добрый, честный, классный человек, ну, никак не идёт. А вот поэтому, потому что вы жители очень разных уголков вот этой коммунальной квартиры, которую мы называем эклиптикой, небесная сфера. Поэтому противоречие между вами описано. Так вот, вернёмся к девятому дому. Я выложила для вас карту. Ну, так, император здесь и выпал. Уже хорошо. Вот девятый дом — это смысл жизни. Это поиски своего места в мире. Это религиозные взгляды, философские. Это учительство. Это кого вы выбираете учителем и кому сами собираетесь преподавать. Ну, вот так вот, да. А также дальние дороги. Может быть, может быть, учёба. Но тоже, знаете, не всякое сюда попадать. Дальше. Десятый дом — это социальный статус. Это дом дня. Это, получается, середина неба, да. Десятый дом — середина неба. Ну, это социальный статус. В общем, как ваша должность называется и как ваша карьера складывается. Вот такая вот штука здесь. Ну, это теперь ваш дом. Одиннадцатый, водолейский. Он называется «Благой демон». Благой демон. Общественные занятия, общественные задачи, социально-интеллектуальные отношения. Сюда входят любые отношения, в том числе переписка, например, с незнакомцами, с неизвестными людьми. Ну, естественно, по делу, как правило. Слава, популярность, известность, изобретательство, благотворительность и так далее. Ну, посмотрим, что будет в картах. И опять же, дуализм во Вселенной у нас присутствует всегда. Или закон парных случаев. Тоже похожая схема. Ну, в общем, если есть благой демон, то есть ведь и злой демон. И это уже двенадцатый дом. Это ваше личное преисподнее, ваши страхи, комплекс печали, превратность судьбы, тайные враги, все, что вам приходится скрывать. Двенадцатый дом. Не называю карты пока. Пока или, может быть, вообще не называю. Ну, теперь непосредственно годами перейдем. С домами гороскопа я вас познакомила. И теперь уже что ждет водолея в апреле 2020 года. Что еще хотел сказать. Ну, если астрологические события, мы все равно про них вспоминаем как-то, то, как всегда, небо полно всякими перестановками. Можно на это обращать внимание, можно не обращать. Там, Венера туда, Венера сюда, Меркурий сюда. Они же постоянно как-то места меняются. Ну, я могу сказать, в целом, даже не придираясь к датам, ну, что сказать. Ну, например, 8 апреля полнолуние. Понятно, что все будут плакать и злиться. Понятно, что конец апреля будет месяц-день. Конец апреля будет денежным, вот последняя декада будет денежным. Знаете почему? Потому что солнце перейдет 19 числа в этот раз в Тельца, в знак Тельца. А с 27 апреля вообще и Меркурий в Тельца перейдет. И это вот верный знак, что, ну, как бы это все деньгами согреет всех. Поэтому, если ваши грезы сейчас про деньги, то вот не знаю уж там как раньше, но конец месяца оттепель денежная наступает. В общем, сказала. Первый дом. Это ваше я и ощущение себя. Вообще, надо сказать, что водолеи в массе своей люди с собой довольны. Ну, правда. Я не встречала водолеев, которые бы прям мучились там комплексами, каким-то тотальным недовольством с собой. Как правило, вы себя считаете красивыми и достойными членами общества. Вот так будет и в апреле 2020 года. Кстати, интересно, что вот первый дом. Здесь ваша внешность, здоровье. Кстати, знаете, что здоровье и болезни с точки зрения зодиака это совершенно разные дома. Здоровье нам кажется, вот мы по смыслу это объединяем, наверное, в одну группу. Здоровье и болезни? Нет. Здоровье тут, а болезни вот тут. До этого еще дойдем. И вот физический ваш статус. Прекрасно! Блестящие, очень крупные карты. Туз и король Пентаклей. И еще они очень редкой парой ложатся подряд. Карты же подряд здесь легли. это значит, что вы очень будете довольны собой. Какой-то даже, знаете, будет возможность даже, может быть, поменять имидж, может быть, внешность как-то так поменять и вообще как-то загордиться собой. Может быть, это будет возможность разбогатеть. Но я пока не видела другие карты. Может, это не деньгами разбогатеть, может, это духовно разбогатеть. И вообще вы поменяетесь и будете очень, ну, с большей уверенностью смотреть в будущее. Мы этот, опять же, аспекты между домами, это то, на что мы должны смотреть. Потом мы, может быть, свяжем вот эти все ваши радости. Потому что иногда вот такое удовольствие собой даёт что? Внимание другого человека. Когда вы вот покупаетесь, так сказать, в лучах чьего-то внимания, чьей-то любви, это очень ценность вашу повышает. И тогда вы сами себя чувствуете, как такой тяжёлый, полноценный золотой пентакль. Ну, это уж я прям описала. Ну, любовь, любовь. Ну, всё-таки теперь к деньгам. Нижние ворота, дом имущества. Что мы видим здесь для Водолея? Меньше всего Водолея волнует деньги. Я могла бы вообще пропускать вот эти вот денежные дома, но тем не менее. Нет, какое-то хорошее предложение вас ждёт. Хорошее предложение о деньгах. Прямо Паш Пентак, любезник монет, вам выпадает. Это действительно либо новая зарплата, либо хорошая премия, новый бизнес, новые какие-то доходы. Новости о деньгах. Прибыль, ручеёк денежный, ваши руки. Соседствует он с шестёркой мечей, правда. А шестёрка мечей, это, знаете, карта рискованная. Это такой шаткий мостик от мира, из мира, уверенности в мир теней. Поэтому вот это предложение денежное принесёт, ну, помимо денег как таковых, ещё и принесёт риск или ощущение, что вы рискуете, например, соглашаясь поменять работу, рискуете, соглашаясь что-то поменять в бизнесе, в своих каких-то бизнес-схемах, схемах доходов. Но вы будете вынуждены и деваться вам, в общем, как бы и особо некуда. Карты такие обновляющие говорят, а, всё новое всё равно лучше старого. Поэтому, если вы сейчас сомневаетесь, менять ли вам работу, то однозначно меняйте. Всё новое лучше старого. То есть вы найдёте точно больше, чем потеряете. Дальше, третий дом. Третий дом. Богиня. Это соседи, родственники, коллеги. Вообще всякий контакт. А вы знаете, для водолея, для человека общественного и, в общем, популярного, контакты важны. Любые. Дружеские. Водолеи окружены друзьями. Или, по крайней мере, должны быть окружены друзьями. Нет интровертов-водолеев. Очень много чувств. Колоссальный, колоссальный эмоциональный расход на друзей вас ждёт. Потому что здесь есть как девятка кубков, это максимальная дружеская любовь. Такая, которая, знаете, со слезами, с объятиями, которая после разлуки или после ссоры бывает. Точно так же здесь есть и девятка мечей. Это тоже эмоции. Такие же по силе, но обратные по значению, по заряду. Негативные обратные эмоции. То есть, здесь, знаете, прям такие качели есть. Очень будете кого-то любить и будете принимать любовь, дружескую к себе, внимание, разговоры, встречи, обмен чувствами, в общем, эмоциями, чем угодно. Но при этом будут страхи, большие страхи. То ли вы с кем-то помиритесь и напугаетесь, что опять сможете потерять, то ли вы наживете себе новых друзей. Потому что девятка кубков это все-таки коллективные чувства, коллективная любовь. Это не один персонаж. И тоже будете чего-то бояться. Может быть, вы привычно от этой группы товарищей что-то скрываете и боитесь, что ваш обман раскроют, например. Здесь напрасные страхи есть. Хорошие карты эмоциональные, мне кажется, что в дружбе так и должно быть. То есть невыгода же все-таки движет друзьями, правда, друг к другу. Особенно это для водолеев актуально. Дальше. четвертый дом это основание неба дом и родственники. По месту жительства водолеев ждут споры о каких-то серьезных, но пока очень эфемерных вещах. Пятерка Жезлов. Пятерка Жезлов не про конфликты сообщает, а про какое-то честное противостояние, споры между родственниками. но спор вы делите еще шкуру совершенно не убитого медведя. То есть вы можете спорить о том на берегу какого океана вам лучше поселиться в этом году атлантического или индийского, но ни того ни другого с перспективы реальной, например, нет для вашей семьи. То есть опасайтесь пустых споров, хотя конфликтности нет никакой. А с другой стороны есть такой совет для вас отстаивайте свои интересы перед родственниками. Даже если у вас знаете какая-то смелая дерзкая мечта и вы боитесь родственникам сообщить, что, например, вы хотите бросить работу и уехать в Тибет на полгодика, то все равно отстаивайте, потому что мечта есть мечта, а водолеи собственно люди воздушные только для мечты и родятся. мы все-таки добрались к любви, потому что несмотря на трудные времена, весьма сомнительные, любовь должна быть время-то весеннее, и поэтому любовь в Пятый дом. Благая судьба. Какие любовные переживания вас ждут? Что-то интересненькое вам выпадает? Ну, знаете, интересненькое это я, может быть, карты неплохие, а любовь есть. Вот, знаете, все-таки тройка кубков. Тройка кубков это карта про любовь, безусловно. Она хорошая, она говорит, что чувства у вас будут, и, скорее всего, чувства взаимные, и будут свидания, и будут вас приглашать и признаваться в любви, и вы будете чувствовать себя вот в этих отношениях, в этой истории, как рыба водит. Но, есть одно но, соперница вам рядом выпадает, а тройка сама по себе складывается в такой однозначный, понятненький, любовный треугольник. Не знаю, смутило я вас это или нет, смутило вас это или нет, но, знаете, вот если новое знакомство вы ищите, если вы вдруг, ну, бывает такое, такие исключения, если вы вдруг одинокий водолей, то у вас очень закрутится личная жизнь в апреле, будете пользоваться вниманием, будете выбирать еще с кем пойти на свидание, кому отказать, но там, 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 здесь, на каждом шагу, связанном с любовью, с романтиком, с романтикой, вас будут ждать треугольники, все время кто-то будет занят, это не должно вас смутить, вот просто поверьте, потому что, ну, где нет треугольника, хотя бы потенциального, то там, в общем, как правило, что-то не в порядке, и не так, потом я, может быть, тему любви как-то соберу воедино, опять же, аспекты между домами, посмотрим, дальше работа, работа вдалия, шестой дом, злая судьба, вот, все-таки, как воду смотрели, да, древние островы, которые назвали дом работы злой судьбой, про работу, про работу, интересно, с одной стороны, триумф, такой понятный, заметный, есть у вас, то есть вы победите, хорошо покажете себя, например, отстоите свое мнение, завершите с блеском какой-то проект, прорыв научный или в бизнесе сделайте, то есть, и причем, знаете, это же шестерка жезлов, это карта таких победителей, которых нельзя не заметить, которые в блестящих доспехах на белых конях шествуют и под звуки медных труб, поэтому, возможно, вас назначат лучшим работником месяца, возможно, вас повесят на доску почета, в общем, всякие, вы знаете, такие лавры очевидные вы будете собирать, ну, то есть, вот, статус, почетная грамота, ну, лучше бы, конечно, премия, да, но все, считайте, что это все вместе, то есть, вас выделят, повысят, в общем, как-то вот, вот, прям, обратите вы на себя внимание, прекрасно, но, правда, рядом карта Луна, а карта Луна стремится, как бы, обесценить эту вашу победу, представляете, прям вот стремится, обесценить, она говорит, ох, это все иллюзия обмана, может быть, и самообман, а может быть, кто-то вас повышает и хвалит, только для того, чтобы позже использовать, ну, знаете, это как вот, бывают такие нерадивые работодатели, которые денег нормальных платить не хотят, но зато без конца бесплатно поощряют работников, ну, вот той же доской почета, или хвалят много, или там, но должности придумывают с красивыми названиями, не существующие, знаете, лишь бы у них денег не попросили, вот такая история может быть, поэтому, смотрите, обман соседствует с каким-то удовлетворенным, честолюбим, водолея можно на это купить, я вот просто уверяю вас, смотрите, будьте внимательны, смены работы нету, если вы ищете сейчас новую работу, то вот именно такая работа вам может быть достанется в апреле, новая, которой вроде бы можно гордиться, ну, допустим, вы приходите и говорите, я устроилась на работу начальником, там, вот, департамента, что-то вот, вот какое-то вот такое вот, в общем, просто все в шоке, от названия и от старания, статусности, но вы-то знаете, что во всем этом есть какой-то вот глубокий подвох, есть какой-то отвратительный мыльный пузырь, есть что-то нечестное и странное, а событий на карты, знаете, могут описывать для вас успех, основанный на нечестных достижениях, ну, вот нечестных, знаете, вот вы кого-то обманули, а в итоге оказались лучше других, и, ну, а дальше-то что делать, поэтому, как бы, есть о чем подумать, такие две карты, которые вообще рядом никогда не ложатся, и у вас на работе, что-то очень такое связанное с работой будет, ну, своеобразное, так я назову, дальше дом партнерства, партнерские отношения, вот здесь я попробую конкретно ответить на вопрос, как вам будет относиться любимый человек сейчас, то есть, будет ли у вас, как у вас будет двигаться любовная история, в какую сторону, к лучшему или к худу, в общем, я продолжаю здесь тему любви, ну, что ж, опять соперничество, конкуренция, опять что-то есть такое, не совсем искреннее, с одной стороны, есть карта сила, любовь, страсть, то есть, вас будут любить, любимый человек никуда не денется, даже наоборот, будет на отношениях настаивать, и здесь вообще во всем это много страсти, но, открытое какое-то соперничество, отчасти вымышленное вас ждет, и с вами не будут искренне, ничего страшного, по крайней мере, это не разрушение, это не конец отношений, есть от чего заволноваться, да, может быть, кстати, потому что, знаете, еще что смущает немножко, если мы вот рассматриваем первый, седьмой дом, то есть, строго вашу пару, с назначенной, с назначенной теперь вашей второй половинкой, уж больно денежные карты вам впадают, так что вот смотрите, не связывают ли вас с вашим партнером сейчас больше денежный интерес, нежели романтичный, хотя, если вы про партнерство, ну, какое-то финансовое спрашиваете, финансовое, да, то как раз карты очень хорошие, а если вы про романтическое, то не очень хорошие, это какая-то здесь, знаете, такая, какой-то выгодоприобретатель прослеживается, понимаете, это хорошая карта, но они очень на, вот, денежные дела, она какую-то практическую пользу ориентирует, и все, дальше, конечно же, вопросы про долги или чужие деньги, вот самое страшное, что должно случиться, например, в любом периоде, на который мы гадаем, оно должно все собраться, как космический мусор, вот здесь, в 8-м доме, ничего у вас страшного нет, в апреле водолеи расслабляются, ничего они не получают, никаких там переломных моментов, жизнь кипит и продолжается отлично, тройка пентаклей, работа и малые доходы, здесь есть карта еще и жрец, это чье-то покровительство, как минимум духовное, хороший совет, то есть в целом это будет, ну, с точки зрения денег, и крупных покупок, и с точки зрения долгов, это будет такой месяц, который просто все продолжает, потому что тройки, колодь второй, карта продолжений, и это будет месяц, когда вы сможете рассчитывать на, может быть, снисхождение или покровительство, на спонсорскую помощь, можете вполне себе рассчитывать, отлично, дальше, дальние дороги обучения, чего себе, все, что далеко от дома, вот здесь был ваш дом, а вот здесь вот, все, что далеко от дома, это вот для, основном предсказание для тех, кто куда-то собирается уехать, или хотя бы съездить за границей, учиться, работать, переезжать, эмигрировать, всего так много, не знаешь, за что браться, потому что, если в планах у вас это дальняя дорога, то она состоится, только приготовьтесь к тому, что эта дорога будет не резче, чем вы думаете, чем вы ждете, внезапнее, разрушительнее, в каком-то смысле, возможно, дороже обойдется, то есть вам вместо какой-то рассчитанной, стандартной суммы, придется за всю эту операцию заплатить, ну не знаю, на порядок больше, прям разориться, где-то неожиданные деньги заплатить, но все равно это в итоге к лучшему, очень сильно поменяет жизнь, все три карты здесь, старший аркад, поэтому если хотите уж на что-то обратить внимание, в апреле 2020-го, обратите внимание вот на сильно дальние дороги, и на обучение вы можете пойти вот именно сейчас, учиться куда-то, без чего вообще не обойдетесь, то есть это станет дело вашей жизни, это полностью преобразует судьбу, это приведет вас к какому-то совершенно другому социальному статусу, это приведет вас к каким-то другим деньгам, к совершенно другому мышлению, к другой философии, и карты подталкивают, кстати, водолеев, даже если вы не собирались куда-то далеко переезжать или учиться, то непременно это надо сделать, потому что это очень хорошее время, максимально хорошее время, вообще водолеи учиться любят, учатся всю жизнь в основном, и легко, главное, учиться лучше других. Дальше, 10-й дом карьера, но тут должность и назначение, будут ли должности и назначения для вас? Не исключено. Вот, кстати, знаете, вот опять аспекты между домами, вот это работа, это карьера, помните, я вам про работу говорила, что бешеный успех и вместе обман тайно вам попадает, и здесь, в принципе, то же самое, смотрите, карта мага, как возможность получить новую должность вам попадает, ну или вообще, в принципе, новую работу, и тоже она с какой-то должностью, но рядом карта бедности, пятерка пентаклей, то есть, опять, вот та же тема, вы, как по волшебству, взмахнули волшебной палочкой и нашли чудесную, завидную работу, а может быть, добились повышения, какого-то невероятного на работе, но только денег от этого не прибавилось, обидно, досадно, приемлемо, ну, вот так, понимаете, здесь тоже есть триумф, если хотите сейчас ухватить новую должность, там у вас освободилось где-нибудь в соседнем отделе, в фирме, то дерзайте, сделайте это очень быстро, и не особо-то просите прибавку к зарплате, вообще ее не будет, потом вам ее, ну, допустим, дадут, там, припишут за одним числом, но сейчас вы именно соглашаетесь, гордиться собой, в ущерб своим денежным интересам, иногда, кстати, на такую жертву, на такую уступку перед эгрегором денег, надо пойти, вот, кстати, вот надо иногда, знаете, как проиграть битву, чтобы не проиграть войну, теперь 11 дом, это ваш, это контакты с незнакомыми людьми, давайте так, чтобы это было понятнее, переписка, и знакомство в интернете, так это мы назовем, тем более, что другие сейчас, в общем, невозможно, да, да, все хорошо, новый человек вас ждет, а ждет новое знакомство с человеком, именно новый, буквально, то есть не переспрашивайте, не уговаривайте себя, как, мы же всегда лазейку для себя находим, иногда говорят, а можно ли считать новым человеком, того, с кем, вот я уже, но вот он еще, нет, новый человек, ни лицо, ни имени, ни фамилии, вы его никогда не видели, прям новое знакомство, и ни одно, возможно, целый набор, вот таких вот, знаете, пожей, двое из ларца, одинаковые с лица, двоечка, потому что рядом, и вы будете выбирать, кому ответить, кто лучше, кто, романтическое знакомство, возможно, в интернете, с человеком моложе вас, и с таким, который по-настоящему, вас зацепит, заинтересует, скорее всего, у вас будут общие, профессиональные, или творческие интересы, то есть, это такой умненький мальчик, юноша пылки, со взором горящим, и не один, главное, понимаете, парочка таких героев, ни обмана, ни опасности нет, поэтому переписывайтесь, знакомьтесь, двенадцатый дом, это самое страшное место, в зодиаке, в гороскопе, двенадцатый дом, дом рыб, злой демон он называется, это ваше личное преисподнение, подсознание, ведь чем опасно, тем, что оно вот так вот, как ядовитый цветок, в Африке, знаете, растет такой ядовитый цветок, который вот всех в серединку впускает, и никого не выпускает, вот наше подсознание по этому принципу работает, то есть страхи, комплексы, какие-то вот ненужные, там, турные сны, обиды, все это туда заходит, и оно потом закрывается наглухо, и от этого очень легко, это трудно выпустить, потом трудно освободиться, и поэтому люди к специалистам бегут к психологам, к шаманам, и так далее, кстати, хороший способ, и вот ваше подсознание, потому что очевидно, что по событиям месяц отличный, ну вот прям блестящий, знаете, такой, такой насыщенный, такой какой-то яркий, без потерь, без конфликтов, без, нет ничего такого, знаете, необратимого, а если даже есть что-то необратимое, ну, например, дальняя дорога, смена страны, пребывание, то это хорошо, это однозначно, прям к лучшему, тогда, вот, но, а в подсознании, как, знаете, такой пылесборник, мышок для пылесоса, туда может всё равно собираться, вот, всякая ненужная, ерунда, ну, зря, наверное, предупредила, целую лекцию прочитала, тут у вас, в общем, как раз-таки наоборот, всё хорошо, то есть подсознательно вы очень обрадуетесь деньгам, конец чёрной полосы, конец кризиса, через получение новых денег и новых финансовых возможностей вам выпадает, поэтому всё понятно будет с собой, нет опасности запутаться, риска, очень вы сможете себя монетизировать, свои таланты, внутренние, может быть, интуитивные какие-то вещи, догадки, путь свой, потому что, вот видите, ваш портрет, первый двенадцатый дом, ваш портрет, и там самомонетизация водолеев выпадает, понимаете? То есть вообще не придумали ещё люди за многие тысячи лет способа померить успех другого, чем деньги, понимаете? Любое творчество, любые изобретения, науки, ценность личностная какая-то, это всё равно пересчитывается на колоночки денежные, вот, и вот вам предстоит вот через какие-то материальные, понятные ориентиры, рубли, евро, что там ещё бывает, золотые слитки, очень-очень посчитать, вот сколько я стою, займите с этим, не знаю, лучше тут ничего не придумаешь, ну и центральная карта, с которой мы начали, она просто задаёт тону, общий гаданию, карта справедливость, на тонком уровне она обозначает, что небо будет к вам справедливо, или призывает вас карта, вы будете справедливы, зря, семь шкур ни с кого не спускаете, а на прикладном уровне карта справедливость это хлопоты о документах, это подписаны какие-то договоры, это другой юридический статус, иногда это может быть что-то похожее на административное разбирательство или административные дела, но карта не пугающая, она как раз просто призывает водолея к серьёзности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.